Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Ninja Star Simulator. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Также ссылочка на сам скрипт и чит будет в описании. Для этого, чтобы активировать нам скрипт, нужно, естественно, первым делом запустить чит. В этот раз буду использовать свой личный чит под названием Star. Это, кстати, совершенно новая версия. Пока что она доступна будет в бета-тестировании, потому что здесь есть ошибки, баги, лаги и так далее. Также, если вы найдете именно конкретный баг, перейдите по ссылке в описании, мой Discord сервер, и напишите мне в личные сообщения. Все ошибки, естественно, будем фиксить, также будем дополнять чит разными функциями и так далее. Также здесь в настройках есть 3DLL, можете выбирать, какой вам нравится. Также здесь можно, получается, выбрать цвет обводки, который вы хотите. Можно выбрать цвет затемнения. И также можно его регулировать. То есть, либо светлее, либо темнее можно его сделать. Ну, в принципе, сами можете там пошаманить и для себя сделать, как вам лучше. Также здесь меняется фон. Кто знает, как его менять, можете поменять. Вот. Кто не знает, то я покажу в следующих видеороликах. После того, как чит выйдет в релиз. То есть, без всяких багов, ошибок и так далее. Так, ладно, давайте нажимаем на кнопочку Inject. Ждем, пока мы с вами заинжектимся. Все, отлично, мы заинжектились. И после этого нажимаем на кнопочку Exclude. Все, сейчас он появится, ждем, пока загрузится. К сожалению, этот скрипт у нас получается с ключом. Чтобы получить ключ, вы нажимаете на копировать KeyLink. И после этого вставляете в адресную строку для поиска. Вот. Вас там перекинет на сайт, выполните два условия. Там ничего скачивать не нужно, просто посмотреть, получается, рекламу. Ну, кто, в принципе, понимает, о чем я говорю, тот сделает. Не знаю, получится у вас или нет. Вот. Но это делается, в принципе, легко. Так, давайте сейчас я получу ключ. И мы с вами продолжим. Все, ключ я получил. И нажимаем его сюда, где нужно его написать. И нажимаем Enter Key. Также, смотрите, у вас появится вот такая же фигня, которая сейчас у меня появилась. Изначально там писалось то, что идет проверка. Не знаю, для чего эта проверка вообще нужна. Значит, смотрите, по истечению минуты, если у вас останется вот это большое окно на экране, значит, бежим, получается, с вами вот сюда в магазин, заходим в него, и после этого у вас произойдет проверка, и у вас автоматически вот это большое окно, оно закроется. Значит, смотрите, первым делом включаем кнопочку Collect Drop, чтобы, получается, автоматически собирались гемы и монеты, которые выпадают с убийством. И вот здесь можно выбирать, кого вы хотите убивать. Допустим, выберем его, включаем. Как видите, я его убил, и меня сразу тпхнуло на другого бота. Он тоже убился, и после этого всегда получается вас тпхать сразу на других ботов. А также, когда идет фарм, получается, вы можете сразу поменять другого бота, чтобы его убивать. Как видите, я нажал на другого, сейчас меня уже тпхнуло на другого, и его можно тоже убивать. То есть, выключать фарм не обязательно, просто выбирайте бота, которого вы хотите фармить, и убивайте его. Первый, получается, выбор, это у нас более-менее слабые, получается, боты. А второе, у нас сильные уже идут, тут уже по миллиону, и так далее. Давайте самому последнему глянем, тут уже у него 72 миллиона. И третий, это у нас, получается, боссы, которые самые большие, самые здоровые. Тут их, в принципе, тоже довольно много. Вот, но вот здесь уже почему-то самый последний, это не босс. Но, как видите, жизни у него очень много. Давайте посмотрим, сколько с него мне дадут монет. Смогу ли я его вообще атаковать. Ну, как видите, почему-то не атакуются. Скорее всего, то, что у меня урон слабый, и из-за этого он его не хочет атаковать. Ну, ладно. Давайте чуть-чуть сейчас, буквально минуту, пофармим вот этих ботов. И я вам покажу, как получается быстро создавать новые сюрикены. Скрипт реально мне понравился, очень крутой. Единственное, чем он понравился, это то, что, скорее всего, то, что он экономит вам большое количество времени, и очень быстро создает вот эти вот сюрикены, которыми нужно кидаться. Так, ладно, выключаем. Не выключилось. Все, выключил. И бежим теперь в магазин. Сейчас вам покажу, как это все работает. Так, заходим в магазин, значит. Давайте я куплю себе место в инвентарь, чтобы было побольше. Также это можно сделать автоматически. Называется кнопка Upgrade Capacity. То есть, он за вас будет автоматически вот эти вот слоты покупать. Значит, смотрите. Включаем автокрафт, автомерч. И смотрим, что сейчас будет происходить. Как видите, очень быстро происходит покупка вот этих сюрикенов. И также соединение их. В принципе, как видите, работает это круто, без всяких ошибок. Также сейчас у меня, получается, будет новый сюрикен. Да, отлично. И у меня появилось удаление, как я понял. Прикольно. Вот, из-за этого мне вот этот скрипт понравился. Конечно, минус в том, что он с ключом. Нужно сначала получить ключ, а только после этого вы сможете использовать сам скрипт. Но, как видите, работает он очень круто. Именно автопокупка и автокрафт. Тем самым вы экономите очень много своего времени. Ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Исбан. Всем удачи. И пока.